Здравствуйте! Вы на канале Умно и Разумно. Зимой фруктов меньше, чем в другие времена года. Поэтому, чтобы обеспечить организм полезными витаминами, клетчаткой и минералами, сейчас самое время переключиться на сухофрукты. Некоторым людям кажется, что сухофрукты не так полезны, как свежие фрукты. На самом деле, это не совсем так. Сухофрукты и фрукты – это разные продукты, и у каждого есть своё место. Качественные, хорошие сухофрукты содержат в себе витамины, минералы, белки и клетчатку. Сухофрукты нужно выбирать даже тщательнее, чем свежие фрукты. Предпочтение нужно отдавать тем сухофруктам, чтобы вы сушены максимально натуральным образом, без использования сахара и сладких сиропов. Сушёный инжир. Как считается, помогает укрепить вашу иммунную систему и улучшает пищеварение. Более того, инжир сушёный рекомендуется употреблять в качестве профилактики заболевания лёгких. Изюм рекомендуется употреблять при малокровии. Также считается, что он активизирует производство гемоглобина и эректроцитов. И благодаря комплексному составу из минералов, ферментов и витаминов, изюм окажется особенно полезным в сезон заболеваний, так как он стимулирует организм более старательнее работать над созданием дополнительного уровня защиты от патогенов. И последнее третье. Чернослив помогает организму выполнить энергию. В холодное время года. Кроме того, в черносливе очень много минеральных веществ. Особенно калия, способствующего снижению повышенного артериального давления. Более того, считается, что чернослив полезен для пищеварения. Людям с запорами также рекомендуется добавлять в свой каждодневный рацион немножко сушёного чернослива. На этом у меня всё. Делитесь полезными советами с вашими друзьями, знакомыми, также родственниками. Благодарю всех за внимание. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова